Андрей Шляхов, биограф Раневской, рассказывал о браке её родителей. В книге для записи сочетания браков между евреями на 1889 год таганрогский раввин по фамилии Зельцер 26 декабря 1889 года зарегистрировал брак мещанина местечка Смеловичи, Игуменского уезда Минской губернии Гирша Хаймовича Фельдмана и девицы Лепельской мещанки Витебской губернии Мильки Рафаиловны Загавайловой. Жениху было 26 лет, а невесте 17. Зарегистрировав этот брак, Ребе Зельцер, сам того не ведая, обеспечил себе место в истории. Ведь именно те, кого в ту далёкую зиму он благословил на долгую и счастливую жизнь вместе, станут родителями одной из самых ярких, самых талантливых актрис 20-го столетия. Через пять с половиной лет после свадьбы, 27 августа 1895 года, в семье Фельдманов родилась дочь Фаина. Гирш Фельдман был типичным деловым человеком, которого в первую, вторую и третью очередь интересовали только деньги, а невеста — трепетной особой, красавицей, преисполненной высоких чувств. Экзальтированная натура, поклонница литературы, музыки и прочих искусств, обожавшая, кстати говоря, Чехова. О своих родителях Фаина рассказывала. «Я безумно любила свою маму, Мильку Рафаиловну Фельдман. Именно от неё я унаследовала чувствительность, артистичность, любовь к музыке, чтению, театру. С отцом же, Гирши Хаймовичем Фельдманом, сложились несколько иные отношения. Я не была его любимицей. Из всех четырёх детей он выделял Изабеллу, мою старшую сестру. Дом, в котором выросла Фая, казался ей самым тоскливым местом на Земле, особенно после того, как умер один из её братьев, Лазарь. Девочке тогда едва исполнилось пять лет. Разные события всплывают из недр памяти и волнуют до сердцебиения. Я вижу двор, узкий и длинный, мощёный булыжниками. Во дворе сидит на цепи лохматая собака с густой свалявшейся шерстью, в которой застрял мусор и даже гвозди по прозвищу Букет. Букет всегда плачет и гремит цепью. Я люблю его. Я обнимаю его за голову, вижу его добрые, умные глаза, прижимаюсь лицом к морде, шепчу слова любви. От Букета плохо пахнет, но мне это не мешает. В чёрном небе белые звёзды, от них светло. И мне видно из окна, как со двора волокут нашу лошадь. Кучер говорит, что лошадь подохла от старости и что тащит её на живодёрню. Я не знаю, что такое живодёрня. Мне пять лет. Умер маленький братик. Я жалела его. День плакала. И всё-таки отодвинула занавеску на зеркале, посмотреть, какая я в слезах. Пять лет была тщеславна, мечтала получить медаль за спасение утопающих. У дворника на пиджаке медаль. Мне очень она нравится. Я хочу такую же. Но медаль дают за храбрость, объясняет дворник. Мечтаю совершить поступок, достойные медали. В нашем городе очень любили старика, доброго, весёлого, толстого грузина-полицмейстера. Дни и ночи мечтала, чтобы полицмейстер, плавая в море, стал тонуть, и чтобы я его вытащила, не дала ему утонуть, и за это мне дали медаль, как у нашего дворника. Теперь медали, ордена держу в коробке, где нацарапала, похоронные принадлежности. Старшая сестра Изабелла была статной красавицей, любимицей отца. Они складную, замкнутую, заикающейся и оттого нелюдимую Фаину не очень-то жаловали. Брат с сестрой частенько потрунивали над ней. Постоянные стычки Фаина переживала тяжело. Подолгу обижалась, замыкалась в себе. В большой семье чувствительная и ранимая девочка оказалась одинокой. Кроме того, младшая сестра завидовала красоте старшей и часто плакала в подушку злыми, горькими слезами, досадуя, что это Фифа, Белла, весела, легка, приветлива и хороша, а она, Фаина, нелюдима, косноязычна и, как ей казалось, уродлива. Годы спустя, когда девочка выросла, превратившись в известную актрису, она сохранила свое пренебрежительное отношение к красивым девушкам, всех поголовно называя Фифами. Впрочем, от заниженной самооценки взрослая Фаина Раневская также избавиться до конца не смогла. Биограф Андрей Шляхов рассказывает. Маленькая Фаина, как это нетрудно представить, не любила Новый год, этот чудесный праздник с наряженной елкой и кучей подарков. Причина была проста. На празднике признанную красавицу, старшую сестру Беллу наряжали словно принцессу. В прелестном наряде та казалась еще обольстительнее, чем обычно. Окружающие восхищались Беллой, порой преувеличенно восторженно, чтобы польстить отцу, нечаявшему души в очаровательной дочери. И совершенно забывали про некрасивую и неуклюжую заику Фаину, завистливо наблюдавшую за очередным триумфом сестры со стороны. Ей, как и всякому ребенку, хотелось похвал, внимания, аплодисментов, но всего этого девочка была лишена, и оттого чувствовала себя несчастной, никому не нужной. Субтитры создавал DimaTorzok